К сожалению, атака хейтеров на меня продолжается. Вот мне одна зрительница сказала, что на чужом канале у Натальи Сморчковой под видео «Освоение нового участка» выставлен комментарий от моего имени. Ну, во-первых, я никогда не захожу на чужие каналы и не смотрю видео, потому что мне просто сейчас некогда. Вот смотрите, все подделано. Подделан мой логотип, подделана моя фамилия и имя. Это значит, специально создавался канал для того, чтобы ходить по чужим каналам, писать ужасные комментарии, чтобы настраивать против меня зрителей. Вот, лжи Ольга Чернова пишет. «Ужасный канал, другое дело у меня». Но вы понимаете, что нормальный человек не может такого написать, тем более я. И тут же, естественно, зрители, уже как бы думая, что это я пишу, пишут, наверное, таким способом делают себе рекламу, пишут «Ольга не ожидала от вас». Единственное, вот Ирина Литвинова написала, что это канал «Двойник», там нет ни одного видео, просто обидно за хорошего блогера, всяким дрянем, просто не живется спокойно от зависти. Вот и пытаются хороших людей ссорить. Тут как будто бы я отвечаю, если ты у меня на канале, я тебя удалю. Тут еще один пишет, что это ее второй канал, она с него пишет часто, она мне с него письма писала. Ну, короче, тут уже начинается всякий бред, как быстро люди поддаются на провокацию. Я понимаю, что разобраться очень сложно. Смотрите, и вот мне спасибо, добрый человек, вот Ольга Ко... Ну, вот, короче, Ольга Корева, что ли, написала. Если вы увидите мой комментарий, и он покажется вам неадекватный, не соответствующий вообще моему стилю общения, и вам достаточно перейти... Вот, например, смотрите, я сейчас, конечно, пожалуюсь, этот канал заблокируют, но можно создать очень много других таких. Вот, смотрите, переходим. На этом канале нет ничего, нет ни одного подписчика, нет ни одного видео. И этот канал создан специально для того, чтобы отпугнуть от меня моих зрителей и других потенциальных зрителей, чтобы ударить по моему имиджу, представить меня вот такой, я не знаю, ходящий, бродящий по другим каналам и унижающий других блогеров, чего я делать никогда. Я вообще никогда не смотрю другие видео. Я говорю, во-первых, из-за нехватки времени, если мне нужно найти какую-то информацию, то я стараюсь статьи читать. Ну, ну, всё. К сожалению, я убрала. Смысл этого видео в том, что не всё, что мы читаем, не всё, что мы видим в интернете, это не всё правда. В этом видео новый участок. С чего начать? Сейчас, во-первых, напишу автору этого видео, в который залез хейтер специально, чтобы рассорить нас. Ну, как видите, вклиниваются, стараются, чтобы блогеры между собой начинали ругаться, тявкаться. Всё. Вот я сейчас, во-первых, пожалуюсь в YouTube. Пусть они выясняют, кто это, с каких адресов шлёт. Во-вторых, извинюсь, конечно, перед Натальей Сморчковой, хоть я ничего этого и не делала, но, как вы понимаете, но я надеюсь, всем понятно, что я никогда не буду, зачем мне это нужно, делать пустую страницу, только для того, чтобы зайти на канал и сказать, а у меня канал лучше, а у вас ужасный. Всё. Желаю всем быть бдительными. Желаю уже, как бы, научиться разделять, когда канал, ой, когда комментарий настоящий, а когда это фейк. Ну, разве можно, разве я буду сидеть, тратить время для создания нового канала, чтобы просто написать. Ужасный канал, другое дело у меня. Это, конечно, всё бред сумасшедший, но очень неприятно. Кого-то, наверное, очень бесит и моя активность, и то, что у меня стремительно увеличивается количество подписчиков. Я не знаю, кто эти люди и зачем им это нужно, но вот пока приходится обороняться. Атака мошенников, атаки мошенников всё чаще и чаще. Всё, до свидания. Я вот написала комментарий под этим видео, Наталья Сморчкова обратилась, написала, обращаюсь к автору и зрителям Натальи Сморчковой. Комментарий, ужасный канал, другое дело у меня, размещенный под этим видео, писала не я. Это сообщение пришло с фейкового канала, пустого. Вы сами можете в этом убедиться. Канал создан специально, чтобы возникали ссоры и вражда между людьми. Я прошу автора, пока его не удалять, по моей жалобе администрации YouTube с автором этого канала будут разбираться. И я хочу всем зрителям объяснить, что вот я сейчас уже поняла, что это не просто вот такое раз сообщение, чтобы как какой-то по мне ударить по моему имиджу, чтобы мой канал немного упустить. Задумайтесь, целенаправленно отправляют вот такие сообщения от одного блогера на канал другого блогера. Одно дело, если бы на моем канале писали, представьте, это запускается, мне кажется, специально. Все люди сейчас дома сидят и так у всех плохо, у всех не очень хорошее настроение. Мне кажется, хотят именно, что всех перессорить, переругать, чтобы люди вступали вот в эти перепалки, в эту брань. Вот я ей написала, она бы мне ответила. Я бы дальше оскорбилась, если бы я не увидела этот комментарий, например, еще бы раз ответила. Вы поймите, что блогеры друг другу очень редко пишут. Вы хоть раз видели у меня на канале, чтобы кто-то залез ко мне в переписку со зрителями какой-то блогер, та же Наталья Смарчкова, и написала бы, ой, да нет, это плохой канал, у меня хороший. Так же и я. Вы до этого когда-нибудь видели, чтобы на каком-то канале или, ну не знаю я, например, или у Юлии Меняевой, или у той же Натальи, чтобы я залезла в комментарии, что-то написала плохое, все равно какая-то этика существует, и мы стараемся не, как-то не оценивать, не осуждать друг друга. У меня, если даже есть какие-то в видео, ну, как, какие-то высказывания о тех или иных методах, я никогда не называю ни фамилию блогера, ну просто говорю, у одного известного блогера все, а чтобы в открытую какой-то блогер зашел на чужую страницу и написал такой комментарий, вы сами подумайте, ну такого априори не может быть, я же прекрасно, я совсем не глупый человек, я прекрасно понимаю, что написав такой комментарий, я бы вызвала шквал негатива в ответ от зрителей Натальи Сморчковой. Ну вот что и происходит, сейчас уже пишут, да это ее второй канал, она с этого канала пишет часто зрителям, никакого второго канала у меня есть. У меня просьба ко всем, ко всем, кто увидит это видео, пожалуйста, если вы увидите вот такое вот, так, сейчас я отправлю, если вы увидите вот такое вот странное сообщение, ну вы же уже знаете, как я общаюсь, в какой манере, что для меня это не свойственно, зайти куда-то на чужой канал, вы же смотрите не только мои каналы, разные другие, если вы увидите на каком-то чужом канале мой комментарий, хоть адекватный, хоть неадекватный, будьте уверены, что это не я, я не хожу по чужим каналам, не пишу ничего, пожалуйста, я вас очень прошу, сразу сообщайте мне, я делаю фото этих комментариев, я делаю фото этих фейковых страниц, и буду отправлять жалобу в YouTube, чтобы этих людей не просто блокировали, а чтобы вообще запрещали вход на YouTube, и чтобы не разрешали открывать такие вот каналы, это очень плохо может кончиться, все мы переругаемся, даже если кто-то до этого уважал друг друга, или относился хорошо, будет относиться очень плохо, вот уже видите, тут уже формируется мнение, что это мой второй подпольный канал, что я с этого канала пишу хожу гадости, это все неправда, будьте бдительны, сообщайте пожалуйста мне, я вас прошу, все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok